Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с грибочком, который не все считают съедобным, но при этом он является таковым и при этом не просто съедобным, но еще очень вкусным, ароматным и интересным. Это дождевик. Гриб дождевик очень мелкий, вид его дождевик горошевидный. Он считается очень хорошим, встречается массово, имеет такую же форму, как любой другой мелкий дождевик, но при этом он встречается на древесине, а не на земле, как дождевик шиповатый и как дождевик луговой. Также в Германии гигантскую сюда можно отнести. Этот грибочек встречается на деревьях. Вот так растет на гнилой древесине. Дальше, дальше, дальше его там можно увидеть, его очень-очень много. Насобирать можно на одном месте спокойно целый пакет вот таких грибов и их можно посушить. Они очень вкусные сушеными, растут очень долго, вот сейчас 10 сентября, расти они будут еще очень долго. Конечно же их нужно проверять на состояние угодности. В идеале, конечно, лучше разрезать, но я решила не тратить на это время. Внутри этот грибочек белый, в основном они, когда в маленьком таком своем состоянии в молодом возрасте, они все внутри белые, хорошие. Можно просто отрезать у них эту маленькую ножичку дома и сразу хорошо видно. Вот здесь беленький, можно разрезать на половинку и сушить их. Я пробовала не сушить, а просто готовить дождевик. Любой дождевик, в том числе и грушевидный. В чем суть? Если его жарить, буквально это нужно делать несколько минут, потому что тогда он становится как бы пустым внутри. Поэтому совет от меня, его лучше всего сушить и уже потом с ним что-то готовить, размачивать и добавлять в различные блюда. Тогда он ароматнее, когда он сушеный, он ароматнее даже, чем сушеный белый гриб. Могу вас с точностью уверить, несмотря на то, как массово он встречается, причем каждый год в одних и тех же местах и очень большими количествами. Посмотрите, какими семейками он бывает растет. Вот моя рука. Сколько их абсолютно различного размера. Так вот, их очень много встречается и их очень мало кто берет. Многие считают дождевики грибами неинтересными, невкусными, потому что если их неправильно приготовить, они действительно будут суховатыми и невкусными. Поэтому я вам покажу, как они будут выглядеть приготовленные. Просто приготовленные при отваривании. И также посушу, сравним, какая будет разница. Я-то знаю, что разница, конечно, колоссальна. Запах у сушеных просто непередаваемый, не похож ни на что. Ну, есть что-то, отдали напоминающее белые грибы по аромату у сушеных дождевиков. Но он очень-очень такой ярко выраженный, грибной. О чем хорошо собирательный, грибной груши видим? Пошел парочку и пошло, 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 пошло. Вот это дерево закончилось. Есть же и соседние деревья, такие же поваленные, как и это. Я уверена в том, что где-то и по соседству будет дождевичок грушевидный. Это как раз другой вид дождевика. Это у нас дождевик шиповатый, с такими мелкими-мелкими шипоподобными чешуечками. Вот. А вот дождевик грушевидный таких чешуечек не имеет. И у него верх шляпки немножко темнее, чем у дождевика шиповатого. И нет этих чешуечек. Какой бы мелкий есть, но это не такие, они не так ярко выражены, как у этого. И растет дождевик шиповатый и из земли, и из таких веток. А вот и грушевидный только на поваленных гнилых деревьях. Вот буквально в паре метрах от того места, там где вот мое ведро, еще повалено небольшое дерево. Причем это очень давно оно здесь гниет. И также на нем встречается дождевик грушевидный. Это хорошая семейка. В округе конечно же встречается и дождевик шиповатый, я вам показывала. Он тоже съедобный, я забыла вам об этом сказать. Он тоже съедобный. Его способ приготовления точно такой же, как у дождевика грушевидного. Но встречается он не так массово. А вот грушевидного дождевичка набрать за несколько минут можно в хороший пакетик. Такое количество удалось собрать за несколько минут. С вот такого длинного бревна. Встречался здесь дождевик с семейками, грубками. Немножечко еще там. Получился вот такой пакет. То есть какие еще грибы можно насобирать так быстро, на одном месте, вкусные, хорошие и при этом быстро. Поэтому не бойтесь, собирайте грибочки дождевики, если вам это интересно. Потому что они являются съедобными и вкусными. Абсолютно не вредными. Также очень вкусными сушеными. Поэтому могу вас уверить, что этот гриб очень хороший. И также встретимся с вами в видео о его приготовлении различными способами. Так что спасибо вам за внимание. Всем пока и оставайтесь со мной.